День добрый и добро пожаловать! И я подумал, какую бы мне игру поиграть, которая нормально пойдет на встроенной видеокарте. А на скидке, которая была сейчас летняя, взял себе немножко, конечно же, трюки использовал, но все-таки взял себе ультимативную версию Dragon Age Origins со всеми DLC, с большим DLC, с маленькими DLC. Там все-все-все в пакете. К сожалению, на русский регион ее нету. Как-то странно, поэтому пришлось полазить, посмотреть, как это сделать. Но! Но! Сейчас вот играю, как видите, при записи все нормально идет, все отлично выглядит. И давайте просто поиграем немножко. Здесь это не самое-самое начало, но это все еще, это, считайте, концовка интро, концовка туториальной фазы. И здесь это очень большой бой, интересно. И давайте просто посмотрим на это, как это все играется, как это выглядит. И может быть я даже смогу кого-нибудь убедить поиграть в нее, потому что это обалденная, огромная игрушка с кучей диалогов. И да, я здесь играю на английском, потому что все-таки, когда играешь в большие игры, в которых диалог очень-очень важен, хочется играть с качественной озвучкой, когда грузская озвучка. Просто посмотрите, в интернете там очень много приколов. Я, конечно же, надеюсь, что ее обновили, сделали нормальной, но я на это решил не полагаться. Поставил себе английский язык и отлично, отлично с этим играю. И что же у нас тут такое происходит? А то есть на мир нападает вот эта вот чума, мразь, вот эти монстры, которых ведет за собой огромный дракон. Единственное, кто могут этому противостоять, это серые стражи. И чтобы стать серым стражем, нужно пройти ритуал, нужно очень-очень много стараться. И мы сейчас это его прошли. Я не буду вам спойлерить ничего, но сейчас у нас будет бой. И наша задача в этом бою, то есть нам дали специальную миссию, нам нужно зажечь сигнальную башню, попросить помощи у тех, кто прячется, кто ждет вот именно этого сигнала, чтобы напасть. И как видите, да, да, людям страшно. И я бы боялся, если бы на меня такое вот что-то непонятное, страшное, огромное шло. При том, что это не только маленькая мелочь, но также еще и огромные вот такие тролли, по-моему. Если я помню правильно, я давным-давным-давно прошел ее, при том, в свое время тоже прошел ее в маленьком ноутболке. А то есть оптимизация этой игрушки просто шикарная. И при том, что как она смотрится и как она идет, это просто классно. Особенно для такого огромного RPG с кучей диалогов, с кучей выбора. С, ну, относительно свободным миром, а то есть мы не можем открыто двигаться по миру, но у нас есть большие зоны, в которых мы можем делать все, что угодно. Есть города, есть специальные зоны для квестов, есть также рендерные эккаунтеры, но они пореже бывают. И, как раз я помню меня в прошлый раз, я очень долго засел на одном рендерном эккаунтере, когда просто на меня напала огромная куча людей, а я в это время не взял с собой мага, который меня доконтролировал. И поэтому в этот раз я решил играть именно контролирующим магом, а то есть я играю магом лечения и магом льда. Я хочу замораживать врагов, я хочу его развить вот именно в групп контроллеров. И давайте тогда сейчас отправимся. Да, вот это с бородой и в шапочке, это я. У меня также есть мой друг Элистер, и я могу управлять всеми напрямую, кто у меня есть в группе. Но если мне не хочется это делать, я могу всегда дать приоритеты, а то есть как вести себя. Дэлен это я, Элистер это мой компаньон, и как видите, я могу здесь сказать ему защитник, лучник, как себя вести, что делать попозже. Это, как говорится, это премейт, а то есть это уже сделанные вещи, которые сделаны людьми в Bioware Studios, но вы можете сделать свои схемы поведения, которые задавать можете людям. То есть когда пользоваться, когда что лечить, на кого нападать, на кого защищать, все-все это можно указывать. И это добавляет очень-очень много глубины в игру, потому что игра иногда очень сложная, в нее тяжело играть. Сейчас многие боссы практически не проходили, вот просто так вот напрямую, если всех пойдем на нападение пошлем, это будет практически непроходимо, поэтому нужно всегда думать. Каждый бой это что-то особенное. И вот сейчас мне очень везет, то что ко мне присоединяются еще два солдата, которые помогут мне захватить башню. Ну, мы сейчас узнаем, конечно же, что башня захвачена врагом, и зажечь факел на башне или это огромный костер на башне сигнальный будет тяжело. Так что давайте эти два товарища у нас будут в группе, и давайте тогда пойдем вперед. И, конечно же, то, что я сейчас бегу магом вперед, это не очень правильно, но давайте сейчас сделаем так. Ледяное оружие всем моим людям, которые у меня есть. Хорошо. Есть. Отлично. Теперь я беру Элистера, потому что он у нас, считайте, танк, у него щит, у него меч. И давайте отправим его первого в бой. Я могу, конечно же, ставить игру на паузу, давать приказы отдельные всем моим людям. Видите, мой маг, он держится как можно дальше от боя, но его лучше всего подвести, лучше всего дать парочку приказов. Например, давайте здесь у нас очень-очень много врагов, вот в этом пучке. Давайте скажем ему, чтобы он ударил конусом льда. Очень полезная вещь, которая замораживает, просто замораживает врагов. А также ударим вот этим льдом по врагу. Отлично. И так мы можем быстренько разобраться с врагами. Притом я могу... Извините, я могу подлечивать немножко врагов. Давайте на Элистера поставим... Как? О, господи. У меня открыто окно, и там кто-то... Кто-то проехал с очень большим мотором. Поздравляю. У тебя очень большой мотор. Поздравляю. Так, давайте. Ну, бьем. Есть? Есть. Хорошо. И, конечно же, хотя бой, хотя монстры, хотя конец света, но лут, он и в Африке лут. И лут у нас вываливается и из врагов, и мы можем его найти. И здесь, конечно же, будут закрыты сундуки. То есть это по-настоящему старое, хорошее, классическое РПГ большое, в которое можно застесть и играть как минимум 40 часов. Это... это надолго. И при том 40 часов это, если вы будете играть просто вот так же на самом простом. Не будете смотреть, думать, как проходить. Не будете переигрывать какие-то места, потому что они слишком сложные. Без этого, то есть, или, скажем так, с высокой сложностью, вот эта вот ультимативная версия, она надолго вас затянет. При том, эта игра и вправду затягивает. Знаете, если бы я сейчас... Бывает такое, иногда думаешь, а, я хочу поиграть вот в эту игру. Скачиваешь ее, ставишь, а потом ты понимаешь, аааа, я даже не знаю, я в нее уже играл, как-то даже неинтересно, так что удалю я ее. То есть, хватает 5 минут, чтобы вспомнить, что, да, эта игра надоела. Но здесь я, ну, в первую очередь, конечно же, давно ее проходил. Я просто уверен, что если бы я ее где-то пару месяцев назад прошел, я бы в нее снова не играл, потому что она и вправду огромная. Но теперь я зашел, и меня она так... И затянуло потихоньку. И так у нас Элистер. Давайте ему поставим здесь... Так, давайте ему силы больше дадим. А также поставим очень важную вещь, это он будет тянуть на себя агро. И, как видите, у каждого героя есть или мана, или энергия. То есть, энергия для бойцов, чтобы они могли выполнять специальные трюки. Или мана для наших магов. И, например, когда я включаю ледяное оружие... Оп, своим людям. Оп. У меня часть маны всегда уходит, чтобы просто поддерживать. А также у Элистера. У него уже часть энергии уходит на то, чтобы он пользовался щитом. Но еще часть энергии я у него заберу, чтобы поставить его в агро-позицию. То есть, он будет притягивать к себе врагов. Они будут на него нападать. Это очень хорошо, потому что я тогда знаю, кого мне лечить. Я не должен буду поддерживать всю группу А. То есть, Элистер будет у меня единственный, кого мне придется подлечить. На кого мне можно будет поставить, например, восстановление медленное. Давайте это сейчас и сделаем. Как раз иногда очень красивые моменты бывают, когда ставишь на паузу. Это пробелом делается. Ставишь на паузу. Мы, конечно же, можем играть сверху. Но мне почему-то нравится играть. Это вот так вот. Не как классическое РПГ, но все-таки приятно. Притом, все очень-очень красивое. И красивые эффекты, красивые текстурки. Иногда пол и стены, да, они... Немножко все-таки они корично-сероватые. Но герои, то, что происходит во время боя, это смотрится и правда классно. Особенно, когда мы уже управляем более мощной магией. И там у нас ледяной дождь или что-нибудь такое огромное, по-настоящему красивое. На это тогда приятно посмотреть. Да, давайте тогда соберем все, что у нас можно собрать. Нет, нет. И тогда пойдем дальше. И я думаю, что мы здесь пройдем все-таки. Мы доберемся до верха башни. Это будет читатель Интунда. И обзорчик маленький, и небольшая часть прохождения. Нет, я подумал, стоит ли мне делать на это прохождение. Это-то, ну, слишком длинная игра. Это, да. Очень-очень много. При том, что если все-таки играть, то мне пришлось поиграть с русской озвучкой, которая мне не нравится. И поэтому я... Так, и может быть когда-нибудь, когда совсем сойдет с ума. Но не теперь, не сейчас. И так, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Так, Элистер. Давайте, скажем, ему сделать вот этот удар. Давайте посмотрим, что он здесь. Давайте это возьмем. При том, как видите, я сейчас пользуюсь всеми своими солдатами, как людьми, которые нападают сблизи, как мили нападающие. Но я мог бы некоторых переключить на рейнджа. То есть у некоторых есть звуки в инвентаре. Они могли бы перейти и нападать издалека. Но я думаю, что здесь это вполне, вполне прилично. Так, давайте, искать большие удары будут сильные. Так, давайте еще раз. Сейчас мы можем потерять во время боя кого-то, но он не умирает навсегда, а только на время боя. То есть только если у нас умрут все, только тогда у нас будет конец игры и все. Если у нас выживает хотя бы один человек во время боя, то мы можем оживить всех остальных. Они встают. У них будет, конечно же, дебаф. А то есть у них будет какая-то рана, которую всегда дорого полечить. То есть, да, ее можно вылечить, но эта рана, она дорогая. И если ее не вылечить, то она держится всю миссию. Когда мы возвращаемся домой, то есть у нас попозже будет свой собственный лагерь, где мы сможем разговаривать просто с героями. Инвентарь, покупки, всякое такое. И вот именно тогда мы сможем лечить автоматически. То есть нам не придется тратить ничего. Ну давайте, давайте отправимся дальше. И посмотрим, что у нас здесь будет в башне. А то есть мы только-только подобрались к башне. И, как вы видите, у нас уже было пара серьезных боев. И так, давайте тогда я посмотрю, давайте. Где у нас лучник? Я хочу его. Давайте переключим его на лучника. Хорошо, давайте. Агрессивный лучник. Хорошо. Окей. Так. Все. Все. Я. А у него... Да. У него в инвентаре есть что-нибудь? Лук? А. Мя. Мг. Я его переключу на лучника, сказал я. А, нет. Вот. Есть. Есть. У меня лук для него. Отлично. Стрелы пока что простые, так что ничего такого не будет. И да, конечно же, у нас есть полностью инвентарь. У нас есть оружие. Армор. У нас разная одежда. Также у нас есть брюлики разные. Напитки здоровья. Встановление здоровья. И маны также есть. Это очень-очень важно. Также ингредиенты для алхимии. И, по-моему, если я точно помню... Здесь вроде бы нет крафтинга. Хотя я уже... Вот честно. Вот тут вот я вам буду врать абсолютно. Я точно не помню. То, что есть, например, алхимия. Вот она алхимия. Я могу себе что-нибудь приготовить. Мне просто бутылочка нужна. Чего у меня пока что нету. Но... А, мы можем еще ловушки делать и всякое такое. Но вот именно крафтинг разных материалов. И я попался в ловушку. Отлично. Так. Где у нас? О, господи, боже. О, господи. Это... Так. Дамы и господа. Давайте оттуда отойдем. Давайте полечимся. Так. Это серьезная ситуация, в которую я попал. А что? Что тут такое? Что это взорвалось такое? Что это за жесть? Так. И почему у меня все побежали вперед? Так. Так. Давайте я его полечу. Так. Это восстановление. Ну, сейчас. Я надеюсь, я успею. Тут мы лечение против. Нет! Не успел. А жаль. Так. А также Элистера потерял. Давайте сейчас посмотрим, смогу я справиться с ними. Или... В одиночку? Вряд ли. Очень-очень вряд ли. Ну, давайте попытаемся, что... Не пытка. Если что, мы загрузимся снова. Нет, 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 нет. Они сейчас... Видите, у них лучники получаются. Они обстреливают нас издалека. Ммм. Это интересно. Давайте тогда посмотрим, как мы попытаемся. Как мы сможем это пройти. Давайте первым возьмем Элистера. Потому что мне, магам, бегать вперед, это как-то не очень логично. Так. Теперь. Так, смотрим. Вот она ловушка. Стойте, стойте! Куда вы бежите? Так, не бегите, не бегите. Так, все. Все. Вот так вот можно всех. Все сюда встали. Отлично. А мы можем всех вернуть вот в эту комнату. Чтобы, например, мои враги, они, по идее, нас заметили, сами подбежали сюда. Вы будете подбегать? Нет? Да? 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 Нет? Нет. Нет, они не будут сюда подбегать. По-моему, у меня нету никого пока, кто мог разобраться с ловушкой. Так, поэтому давайте сейчас, по-моему, я запустил ловушку. Вернемся. Нет, не запустил. Так, давайте его отправим. Пускай он наступит на ловушку. Ох, нет, он не наступит на ловушку. Хорошо. Так, и как видите, я в сложной ситуации все-таки взялся и начал пользоваться тактическим видом. Ну что ж, давайте тогда отправимся. Давайте сильный удар. Как раз почему он луком не пользуется? Странно. Давайте переключимся на мага. Давайте подлечим вот этого товарища. Так, хорошо. Давайте отправимся магом поближе, чтобы он не слишком далеко находился от боя. Так, давайте снова полечим. Я, по-моему, его так и не полечил. А, вот, теперь. Хорошо. Давайте подойдем поближе и посмотрим, что у нас здесь еще происходит. У нас здесь три лучника, но мы сейчас преследуем одного миля. Хорошо, давайте его быстрее убьем. То есть, магом, конечно же, чем быстрее мы убиваем, да, как раз нам стоит всем, всем нападать на этого человека, потому что он маг. Я их помню, они гадкие. Так, давайте его заморозим. Давайте сейчас шарапнем нашей базовой аркановой магии. Левелапчик, это приятно. И давайте сейчас разберемся со всеми остальными. И, как видите, когда просто вбегаешь в комнату и потихоньку не разбираешься с ситуацией, то да, смерть выступает быстро. Я играю сейчас на нормальном, но, по идее, это доступно. Нормальная сложность доступна всем. Это не значит, что придется мучиться. Нет, нормальная сложность, это нормальная сложность. Вот, вот сложные и сумасшедшие, это уже да. Это для людей очень-очень фанатичных. Но нормальное и простое. Простое, я бы даже сказал, что это скучно. То есть, на простом у нас полностью-полностью отпадает любая ответственность. Все, что происходит в бою, мы просто можем стоять и стрелять там, неинтересно играть. На нормальном это намного интереснее. Нам все-таки приходится ориентироваться. Иногда пользоваться квиксейвом. И да, оно здесь есть. Давайте поднимем себе уровень. Давайте сейчас поднимем себе willpower. И две магии. Хорошо, следующее. Давайте посмотрим, что мы можем сейчас поднять. Как видите, я сейчас вкладывал в основном поинты влечения. Ну вот, давайте еще в регенерацию вложимся. В лечение и в лед. Но попозже мне можно будет специализироваться на других вещах. А то есть, мне можно будет выучить другие виды магии. Так, давайте посмотрим тогда, что здесь происходит. Здесь происходит вот что. У нас здесь три. Всего лишь три врага. Я думаю, что с ними мы разберемся относительно быстро. Так, давайте. Конечно же, я могу еще автоматически нападать. А то есть, у меня моя волшебная палочка или огромная волшебный поск по идее. Он может еще наносить свой урон. Например, у меня здесь идет льдовит урон от посоха. И... Ой-ой-ой. Мне прямо в спину кто-то мечом долбит. Это нехорошо. Это очень. Это очень нездоровое занятие. Так. Давайте его заморозим. И все. Как раз здесь также присутствует такая вещь, как комбинация скиллов. А то есть, мой маг может заморозить врага, когда как герой, у которого очень-очень высокий шанс критического удара, может быть не сильного, но очень важно, что критического, может просто разбить этого врага, не убивая его полностью. То есть, у врага может быть еще больше здоровья, но критический удар просто расколет этого врага на маленькие кусочки. И знать, какой герой как хорошо... с каким героем хорошо работает, это еще тоже часть управления группой. То есть, если мы этого не знаем, у нас бои длятся слишком долго, и мы не убиваем врагов, умираем сами. То есть, с этим тоже придется разобраться. И, скажу вам честно, наоборот, это интересно. Не то, что, ой, мне приходится разбираться в игре, она слишком сложная. Нет, это игра интересная, у нее много-много элементов. И если в игре много элементов, значит, ей можно долго сидеть, долго учиться, что делать и как делать, и получать удовольствие. Так, давайте тогда заморозим. Так, это у меня с маной. Все нормально. Давайте шаратным арканным болтом. Откуда они подходят? Ну, это не страшно. Это не страшно. Их здесь мало. Давайте идем. Как видите, заморозка не всегда работает, потому что у нас все-таки здесь еще идет бросок кубика. А то есть, иногда очень сильно здесь, конечно же, все зависит от наших токсических решений. Но, например, сработает ли что-нибудь, попадет ли удар, сработает ли специальная техника. Это все бросок кубика. Иногда, иногда не получается, например, заморозить, а получается только замедлить. Итак, давайте сейчас посмотрим, что у нас происходит. Так. Угу. То есть, тут не должно было быть столько врагов. Но давайте, давайте, просто продолжим. Вот именно. Не жалуйся, не жалуйся. Это враги. Ты хотел драться, потому что он до этого жаловался то, что нас отправили в башню. И не дали драться в основном, в основной куче мале. Ну, я теперь говорю, что все, не жалуйся. Вот тебе, ты хотел драки, получай драку. Классно, классно смотрится. Игра, я даже уже не знаю, 4-5 лет ей. Но она все еще, все еще классно смотрится. И классно играет. О, господи, сколько вас тут. Если на мини-карту посмотреть, то их тут много. По-моему, это ловушка. Так. Давайте тогда сделаем так. Конус льда вот сюда. Есть. Хорошо. Попал, к сожалению, только на одного. Но давайте сейчас останемся вот здесь. Дадим врагам подойти к нам. Чтобы они нас просто не приняли в большой комнате. Здесь у нас, по крайней мере, слева и справа есть стенки. Поэтому у нас здесь. Будем играться в 300 спартанцев. О, господи, сколько тут вас. Бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри. Так. Давайте на себя поставим. Оп. Реген большой. Давайте посмотрим. Вот сейчас вот конус льда был бы очень хорош. Но у меня закончилась мана. Давайте сейчас глотнем. Напиток маны. И сейчас как раз некоторые типы магии, они действуют не только на врагов, но и на наших друзей. Как видите, я сейчас заморозил двух моих друзей. Так, давайте тогда будем убивать всех остальных, кто двигается. Не друзей, врагов. Врагов будем убивать. Так. И они, конечно же, потихоньку отмораживаются. Хорошо, что друзья размораживаются быстрее, чем враги. Когда все стоят в хуке. Я хочу все-таки, стоит иногда шарахнуть большой магией по группе, независимо от того, есть у нас тут враги или не плохо. Так. Так, товарищи, вы будете нападать на него или он просто тут так превратит меня в фарш? Нет, нет, все хорошо. Со всеми разобрались. Так. Так, давайте тогда посмотрим. И я знаю, почему, например, они сейчас не нападали, потому что я их всех выбрал. А то есть, я контролирую всех напрямую. Если я выберу только моего героя, то я как бы буду передвигаться дальше, они будут автоматически что-то делать свое. Так, давайте сейчас подлечимся. Так, хорошо. Так, у всех достаточно здоровья. Я думаю, что... У-у-у-у-у. Я не думал, что их тут будет так много. Так, давайте еще гладнем маны. Хорошо. Давайте их всех заморозим. Отлично. И давайте отбежим. Так, пока наши бойцы будут выполнять свой долг, я надеюсь, как можно... А, как раз это восстановление здоровья. Оно на меня не работает. Ну, жалко, конечно, но это... Оно предусмотрено вот именно для танка. То есть, для того, на кого будет иметь больше всего урона, чтобы потихоньку-потихоньку ему восстанавливать здоровье. Так, есть. И у меня закончилась мана, поэтому посох нам в руки. Будем отстреливаться так. И сейчас, конечно... У меня, по-моему, есть в кармане еще напитки восстановления маны. Ну, давайте посмотрим как раз. Так, хорошо. Где у меня? А, вот напиток лириума. Но это не маленький напиток, это большой напиток. Так, давайте. Все. Хорошо. Мелкие восстановления здоровья. Хорошо, это есть. Ими я как раз могу пользоваться, чтобы лечить напрямую не магией, а напрямую своих героев, которые у меня не маги. Так что, да, нужно это не забывать. Притом, я думаю, что нам это скоро пригодится. Здесь вот эти вот бои... Здесь хотя и много врагов. Это все еще пока что не сложно. Все еще будет намного-намного сложнее. Намного страшнее. Так, давайте сейчас ударим... Не передвинем магию, а ударим конусом льда вперед просто в тех... В того одного врага-обедняжки, который попался все-таки, который побежал в дверь первым. В бою, когда есть маг в комнате, лучше всего первую дверь не убегать. Это совет такой жизненный. Абсолютно жизненный совет. Так, давайте, я думаю, бой меня ударил по голове, и я больше не могу двигаться. Элистер у нас тут разбирается, да, чтобы в ману просто не тратить лишний раз. Давайте сейчас постреляем. Просто враги здесь непростые. Мы с ними разберемся. Мы можем так вручную разобраться. Хорошо. И... Куда ты? Куда ты? Не уходи! Постой! Можно побыть со мной? Чпок? Да, хорошо. Вот. Давайте посмотрим, что в сундуке. А-а-а! Закрыт сундук. Жаль. А у меня кто-нибудь есть, Элистер? Ты этим умеешь пользоваться? Нет? Защитники башни? Нет, обычно, чтобы взламывать сундуки, нужен вор. Ну, или герой, у которого специально вот развита эта возможность. Так, жаль, жаль. Так, хорошо, тогда давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь. Так, в карманах. Карманы не на замке. Глубинные грибы. Это все хорошо, но у меня пока что для алхимии бутылочек нету. Я мог бы купить, но я совсем забыл купить их в лагере до этого. У меня был небольшой лагерь с продавцами, там можно было скупиться. Но теперь перейдем наверх. Так, я глотну еще чайку. Ммм. Хорошо. И мы идем дальше. Итак, давайте посмотрим. Нам опять нужно... По идее, это башня. Тут каждый этаж выглядит абсолютно одинаково. Так что у нас всегда нужно налево и наверх. Налево и наверх. Налево и наверх. Так, хорошо. Давайте тогда шарахнем по тем, кто подбежал к нам близко. Угу. Отлично. С ними разберутся. Теперь он уже сюда. А, нет, здесь всего лишь два врага. Я думаю, что я с ними разберусь просто так. Мне дали ачивинок. Ачивинок. Правда, не стим ачивинок. Это оригинс ачивинок. Но, да. Лучше себе руку отрубить, чем оригинс ставить. Притом, если бы эта игра была только на оригинс. Да. Я бы ее не покупал. Вот честно. Я не знаю почему, но есть какое-то отвращение. Это оригинс. И жаль, потому что там скоро, например, будет еще один Dragon Age Inquisitor. Не три, а вот именно Inquisitor. Продолжение второго. По сюжету второго. И, да. Нужно будет посмотреть, как... Ну, нужно будет что-то... Очень много чая себе налить, чтобы вытерпеть оригинс или что-то такое сделать. Но все-таки придется встретиться с этим монстром. Так. Хорошо. Вот давайте их заморозим. Мне всегда нравится их замораживать. Есть. Хорошо. И давайте с ними разберемся. Раз они замерзли. Раз они стоят. Нападать. Все. И жалко, что их расколоть пока что никого невозможно. Скорее всего, раскалывать можно будет. Рогом. Или, видимо, у которых большие двуручники. Их тоже высокие криты обычно. Так. Давайте, давайте, давайте. Пройдем сюда. Угу. Хорошо. Давайте подлечим нашего Элистера. Уп. Отлично. Давай. Умирай. Потихоньку. Но все-таки. Молодец. И кто у нас еще? Угу. Маленький гринлок. И как раз насчет DLC. Очень интересный DLC, в который я как раз не играл. Большой DLC, который дает нам играть за врагов. То есть вот сейчас на нас вот эти вот гринлоки и страшное-страшное чудище нападает. А в том DLC можно будет играть за чудище. Это интересно. Это интересно, что они там в сюжете сделают. Как они будут показывать это все и что там будет. Так. Ну, давайте. Пойдем посмотрим. Залутим. Пособираем. Как раз, скорее всего, да, можно было освободить собачек. Как раз классные собачки. С ними можно будет... Я одну из собачек полечил. И, по-моему, после этого квеста она присоединится ко мне. То есть она будет частью моей группы. Ее можно будет выбирать, пользоваться. Так. Я знаю такие игры. Когда пропускаешь комнаты, в конце концов двери открываются. И враги высыпаются из всех комнат. Так что лучше всего, когда мимо комнаты проходишь. Все-таки, да. Открыть их всех. Пускай. Пускай будут. Так, давайте. А, нет, нет. Они уже все открылись. Все понятно. Скорее всего, я когда бы подбежал там к концу комнаты. Тогда бы они на меня напали. Скорее всего, это я помню с прошлого прохождения. Скорее всего, меня тогда убили здесь. И я навсегда запомнил, что все. Все комнаты по очереди. Открываем. Все потихоньку. Но уверенно. Так, давайте. Олд. И, как видите, здесь пока что я не пользуюсь паузой. Но в по-настоящему сложных боях, а то есть я помню парочку боев против драконов, это и вправду сложно. То есть там чуть ли не каждую секунду все на паузу. Каждому герою отдельный приказ, отдельное направление. Отдельно полечить. Все вручную. Все-все-все. Майкроменеджмент очень-очень важен в этих больших боях. И, по-моему, у нас здесь будет такой один большой бой против огромного тролля. Но я сейчас не буду забегать вперед. Давайте посмотрим пока что что тут происходит здесь. Так, попытаемся выжить. Так, есть, хорошо. И последний, надеюсь. Нет? Да, о, как его. Это у Элистера специальный скилл, чтобы сбивать врагов с ног. Так, хорошо. Давайте соберем. Все-все-все-все-все, соберем. Хорошо. Хорошо, дадим нашим героям полечиться. Восстановить здоровье. Хорошо. А также посмотрим, что у нас в комнатах. Потому что мы же не просто так сюда пришли спасать мир. Нет, нет, мы еще соберем как раз вот специальный пакетик, который дает мне возможность убрать ранение. То есть тот дебаф, который приходит к нам. Вот он, Injury Kit, который получает героя, когда умирают. Ну и потом снова встают. Иногда дебафы, они набираются. Что очень-очень много их становится. И приходится все-таки полечиться. Так, давайте сделаем. Притом именно вот эти вот Injury Kit. Они очень дорогие в магазине. И я точно уже не помню, можно их крафтить? Я посмотрю. Пока что это начало игры. Так что здесь особо ничего мне не приходилось делать. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ага. Зеленый камень и еще один пакетик для лечения ран. И гриб и еще один пакетик. Отлично. По-моему, это намек со стороны игры. Мне стоит, мне стоит сохраниться. Мне стоит так вернуться магом. Встать. Так. Просто кнопки, кнопки F1 до F4. Это у нас. Опаньки. Привет. Так, где у нас? У нас здесь врагов нету. У нас только здесь враги. Поэтому давайте используем наш конус льда. Это отлично. Они все красиво стали. Так. И все красиво замерзли. Оп. Не забываем там у нас. Сзади у нас сундук с бутом. Очень-очень не советую. Потому что здесь некоторые вещи, хорошие вещи, они правда много стоят. Так что деньги здесь очень-очень важны. А также, я помню, при прошлом прохождении, я очень-очень много времени и денег тратил на... Аааа, нет, нет! Закрыт путь, ты проклят. Тратил на покупку и на... Просто... Крафтинг разных ингредиентов, которые бы помогали мне в бою. А то есть лечение, бафы, защита. Все-все-все было очень важно. Так, давай. Оп. Ну, хотя бы здесь, что мы заберем. О, хорошо, давайте все заберем. Стрелы, как раз. Где у нас лучник? Ааа. Раз... Раз нам так много вещей разных дали. Давайте сейчас посмотрим. Так. Я ему сказал, кем быть? Ммм... Лучником. Хорошо. Агрессивным лучником. И давайте посмотрим. Непростые стрелы тебе будут. Так. Где оружие? Лук. Угу. А тебе будут... Вот. Огненные стрелы. Это не просто так. Это дорого. И много урона наносит. Так, давайте теперь сохранимся. У меня просто такое впечатление, что сейчас будет большой бой с троллем, орком. Аркотроллем. Давайте посмотрим. Так, я пока... Игра загружается. Как раз загрузочный экран очень-очень быстро проходит. Мм? Да. 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 Ха. И я помню, как я об него мучился. Теперь, по-моему, я знаю, что делать. Здесь нужно как можно больше героев держать как можно дальше от него. Потому что если пустить к нему слишком много людей... Так, как раз, товарищи, ты давай луком стреляй в него. Здесь мы шарахнем льдом. Элистер, давай вперед. Отвлекай. Огра от всех. И мы попытаем его даже сбить с ног. А этот у нас... Давайте вот этот вот удар. Он хороший. Все. Давайте. Все, у нас лучник остался на месте. Давайте вернемся к магу, чтобы видеть все, что здесь происходит. И продолжим. Так, он почему-то льдом не ударил. Почему? Оп, хорошо. Заморозили. Продолжаем. Давайте Элистеру поставим восстановление здоровья. Так. Хорошо. Хорошо. А также... Оп. И как видите... Когда сложный бой, тогда постоянно. Пауза, 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 пауза. Так, давайте. А, это... А, это баф. Я уже забыл. Так, давайте тогда специальный удар этому поставим. Хорошо. Это поставим здесь. Воспользуемся еще раз заморозкой. Так, тихо. Тихо. Я вижу. Я вижу. Тебя бьют по голове. Давайте полечим его. Арканный болт. Так. Элистер как у тебя? О, господи, боже мой. Так, я... Я отойду. Да, я вовремя отошел. Лучнику... Да, попало лучнику. Давайте я подлечу Элистера. Этому товарищу... О, господи, нет. Да. Как раз насчет классных кадров в стопе. Ему скажу воспользоваться вот этим. На, вот так. Прими. Молодец. Можно было бы ему вывести на быстрый доступ, но так как это герой, который от меня скоро отстанет, а то есть он просто не будет у меня дальше в группе, я сейчас не хочу с ним работать, ничего делать. Так, и давайте посмотрим, что я... Давайте ему тоже, скажем, полечись. А Элистеру... Нет, я просто не хочу рисковать, чтобы тут очень-очень быстро словить от этого огра смерть, так что пускай он себя полечит тоже. Хотя лечение я поставил на Элистера, но ничего. Так, видите, я как раз могу видеть приказы, которые я дал своим людям. Так, давайте я воспользуюсь маной, чтобы можно было идти дальше. И давайте опять заморозку поставим. Оп, как видите, он держал моего товарища в руке, лученько, но отпустил, когда замерз, что вполне логично. Так, и продолжаем, продолжаем, продолжаем. Давайте полечу еще раз вот этого героя. И сколько у нас осталось от огра? Еще парочка ударов. Еще пара, хах. Ой, ё-ёй. Элистер словил. По голове. Так, замораживаем, контролируем, постоянно контролируем врагов. И от него ничего больше не осталось. Как раз очень-очень классная сцена. Давайте. А кто у нас эту сцену выполняет? Ага, вот этот герой. Здоровый. Большие боссы, когда умирают у нас. Вот так, да. Как он дубинкой ему проткнул сердце, я не знаю, но он очень-очень сильно разозлился явно. Да. Вот так вот жестоко. Так, давайте теперь соберем лут. Огр, ты нам лут оставил. Ага, ага. А ты так и... Ууу, куча-куча всяких разных классных штук. Так, давайте тогда пойдем разожжем костер. Так, это у нас здесь? В камине? На, и посмотрим, что будет. То есть, мы зажигаем сигнальный огонь. Но, как видите, помощь, которая должна была прийти, она не придет. Потому что... Поиграв, я знаю, что я понимаю его. Я знаю, что есть очень хороший мим. То есть, ты не то, чтобы ты не прав, ты просто козел полнишь. Но, может быть, ты прав. И он решил не помогать своему королю, а также нашим друзьям. Потому что решил оттянуть свои войска и защищать землю. То есть, не принимать бой здесь. Отчасти я его понимаю. Отчасти. Но, отчасти, он еще убил своего короля. Также убил нашего... Вот этого... Классного человека, который нас принял в серых странах. Давайте тогда посмотрим. Я вам больше не буду споделить. Не буду показывать, что здесь идет дальше. Но вот эта вот стена. Это их, правда, красиво. Ах, да. Король. Король. Хотел... Хотел приключений. Нашел приключения. Да, крови в этой игре... То есть, в каждом живом существе, как минимум, 155 литров крови. Это... Это просто чудесно. 90% всего времени все в крови. Абсолютно все. Полностью в крови. Оп. Жалко, что он... Жалко. Классный боец. От короля ничего не осталось. Как раз... Как говорится, тут неизвестно. Помогла бы подмога как-либо. Но... Но... Да, известно, что... Не попробовав, попытавшись помочь... Да. Они всех нас предали. И вот так вот, так вот, начинается наше приключение. Мы после этого отправимся дальше. Будем собирать новых серых стражей. Помощь, дворфы, эльфы, куча-куча RPG-шных приключений. И мы голые. Да. А также Морриган. Очень-очень классный герой, который к нам присоединится. Но на этом я закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео. Продолжение следует...